Напомню, тяжелые заболевания действуют в постановлении правительства Российской Федерации, номер 54, 2004 года. Перечень заболеваний, препятствующих дальнейшему отбыванию наказания. И там есть перечень таких заболеваний, при которых человек уже одной ногой стоит в могиле. Когда он при смерти, это очень серьезное заболевание, и там не специалисту делать нечего. Например, прогрессирующий фикрозный пивернозный туберкулез легких, тотальный субтотальный эпидемент левры с брухиальным свечем, явлений на него очень сердечно, достаточно третьей степени. Вот из-за этого набора слов я только слово «степени» знаю, но звучит очень страшно. Страшно, очень страшно. При этом статистка также говорит, что многие просто не доживают до решения суда, а большинство, или как минимум половина, умирают в первые два месяца после освобождения. При этом само заболевание не обязывает суд освобождать. Суд может освободить при наличии заболевания, то есть правка должна быть диагноз. С учетом поведения, тяжести совершенного преступления, отбытого срока и так далее.